Итак, второй матч за бронзу с участием Мусима Бушкова. Вот слева 33-летний спортсмен на 11 лет старше он своего оппонента из Турции Белала Челаглу. Посмотрим, чем завершится соперничество, опыт и молодости. Челаглу был чемпионом мира и призером мира среди юниоров, победителем турнира Большого шлема в 19-м году в Агудабе. В этом сезоне он попробовал себя на домашнем шлеме в Анталии, седьмым стал. Ну а Мусам Гушков где только не боролся и на Олимпийских играх. К сожалению, вот лидер сборной тогда в Лондоне в рамки фаворита ехал. Он второй был в мировом рейтинге накануне вслед за, опять-таки, нашим спортсменом, который лидировал в мировом рейтинге. Ну, к сожалению, в первой встрече ему попался очень неудобный соперник. Вот бывает, тот, с кем-то, ну, просто невозможно бороться, не мог вообще подобрать ни одного ключика. Призер мира, четырежды побежал турнира Большого шлема, брал медали на турнире Мастерс, выигрывал Гран-при. Борется очень давно, еще с конца 2000-х годов, членом сборной является. Ну, а конкурировал он с Гадановым Алимом в те годы. Алим свой тоже шанс участвовать в Олимпийских играх в Пекине получил. Вроде бы, вроде бы удержался. Сейчас будут рассматривать бросок через грудь сделал Челаглу. Тем не менее, австриец не остановил арбитр поединок. Иначе бы он услышал команду, руководителя татами. Стоп, смотрим. Есть здесь видеоповторы. Внимание, внимание, очень неплохо бросает Белал Челаглу, бросает через грудь. Поэтому здесь предельно собранным нужно быть. Хорошо, ну, посмотрите, как согнул спортсмена. Тем не менее, тот его заставил, нашего очень так вот, раскрутил. Опасный эпизод был. Что касается этого веса. Отмечу, что здесь 34 дзюдоиста. Ну, слушайте, пока первым номером отрабатывают Челаглу. 34 дзюдоиста вышли на татами. Закономерно. Сейчас Муса получает Шидо. Среди лидеров здесь израильтянин Тахар Бутбулу. Он и вышел в финал. Второй сейный Акел Гьякова. Кстати говоря, именно ему в четвертьфинале Муса уступил. Уступил он по замечаниям. Хансоку проиграл. Ну, и утешался, утешался с тяжелым шведом. Вообще, шведу здорово прибавили. Такие, знаете, вся шведская команда, мужская, какие-то длинные, неудобные парни. Такие колченоги. Ну, с характером. Внимание, сейчас. Сейчас есть шанс. Ах ты. И скручивая Челагло на вазаре нашего атлета, выходит вперед за минуту 50. Швед Масиас через утешительный пробивался. Амусан Магушков добился победы за счет тоже наказания соперника. Тремя замечаниями. Шедо выиграл Хансоку Маке. Ввиду дисквалификации соперника. Вот, казалось бы, получается брать захват, насколько хорошо. Кстати, грузинский специалист работает с турецкой командой. И есть у него маленькое подозрение. Боюсь утверждать, что Белал Челагло, может быть, тоже грузинских корней. Еще один зидаист из Грузии. 81 килограмм. Удачно. Албайрак Видат. Или в 90-е выступает. Могу ошибаться. Это грузин этнический, который будет за сборную Грузии. За сборную Турции. Турции, да. Минута. Есть возможность, Мусе, сделать атаку. Ох ты, сейчас шанс был тоже поймать на контрприем Челагло. Но тут не позволил себя опрокинуть. Уже Мгушков идет в открытую борьбу. Всегда нравится его стойко. Он не гнется. Вообще, вот дзюдоисты, которые бежат в спину. Чисто внешне, зрительно выглядит очень здорово. Отлично. Стоп. Не видел, как упал. Вазарик. Молодец. Вазарик. Молодец. Вазарик. Очень волевой парень Мгушков. Мы все помним, что он творил на Евроиграх, когда его встреча, его встреча решала судьбу вообще командной медали. Дело в том, что мы три поединка проиграли. И я не помню, французам, по-моему, да. И должны были все три выиграть. Вот последний поединок тяжелейший. Он выигрывает, а по правилам... Внимание, отлично. Поздравляю, поздравляю. Поздравляю нашу команду. Четвертая награда. Да. Отлично. Секундант российской сборной доволен. Наказал он Челоглу. Молодец. Так вот, выиграл он тот матч. И, представляете, по жребию нужна была дополнительная схватка. Любой из команды мог бороться. Но жребий опять выбрал эту категорию 73. И вот ребята только отборолись. Добавленным временем тяжелейший поединок. Пришлось опять бороться. А Мгушков тоже лет на 10 был старше. Физически в таком возрасте тяжело. И он принес золотую победу. Очень воленбой спортсмен. Аминь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok